Фракции большинства согласовали план по сохранению коалиции в Верховной Раде Украины, сообщил во вторник представитель президента в парламенте, депутат Степан Кубев. Лидер радикальной партии Олег Лешко во вторник заявил, что его фракция выходит из коалиции и переходит в оппозицию, при этом, по его словам, радикалы не ставят целью перевыборы и коалиция юридически продолжает работать. Такое заявление последовало после того, как накануне Рада в первом чтении одобрила изменения в Конституцию в части децентрализации. Лешко и его фракция блокировали трибуну, протестуя против принятия данного решения. Принят соответствующий план. План позитивный на то, что коалиция будет сохранена, цитирует Кубева украинское агентство «Униан», сообщая о результатах совещания руководителей фракций коалиции. По его словам, коалиция в Раде остается дееспособной, несмотря на решение радикальной партии. Предполагается, что консультации о судьбе коалиции продолжатся в среду. Кубев также добавил, что на совещании у председателя Верховной Рады не было разговора о том, что фракция «Самопомощь» выходит из коалиции. Четыре фракции остаются в коалиции, сказал он. Действующая коалиция «Европейский выбор» в украинском парламенте была сформирована в ноябре прошлого года с участием блока Петра Порошенко, Народного фронта, Батьковщины, Самопомощи и Радикальной партии, она насчитывала более 300 народных депутатов. По закону, для создания парламентского большинства необходимо минимум 226 народных депутатов. Это означает, что после выхода фракции Радикальной партии из большинства, коалиция не прекращает свое существование. Редактор субтитров А.Семкин